Неделю назад ушел из жизни Николай Коровин, доктор наук, преподаватель. Мужчине стало плохо, и родные вызвали скорую помощь. Но сердце профессора не выдержало нескольких часов ожидания. Когда бригада медиков все-таки приехала, было уже поздно. Этот случай снова заставил обратиться к вопросу качества работы скорой помощи. Сегодня медики, чиновники и общественность собрались за кругом столом, чтобы обсудить, что нужно сделать, чтобы подобных трагедий больше не повторялось. Сами чиновники уверяют, скорая помощь на вызовы приезжает оперативно. Этот случай – исключение. То, что скорая помощь города Иваново приезжает к пациентам быстрее, чем скорые помощи Владимира Костромы и Нижнего Новгорода, в Нижнем Новгороде, конечно, пробки, это факт. Медики соглашаются, среднее время, за которое бригада приезжает к больному – 13 минут. Максимальное время – 20-25 минут. Но необходимо принимать во внимание ряд факторов. В городе работает 31 бригада скорой помощи. Вызовы поступают к диспетчеру неравномерно. Например, в день смерти Николая Коровина на станцию поступило более 600 вызовов. Медики просто не справлялись. К тому же остро стоит вопрос нехватки кадров. Бригады недокомплектованы, а врачи крайне неохотно идут на совместительство. Я не скажу, что вообще никогда не принимались по этому вопросу мер. И в этом году был заменен уже руководитель станции скорой помощи. Но, к сожалению, вот эти случаи, субъективные оценки врачами, диспетчерами, значит, вот необходимости оказания помощи, мы не застрахованы пока от этих трагедий. Это и беспокоит. Профсоюз медработников считает, что решить проблему можно самым очевидным способом. Кадровый вопрос решается всегда очень просто. И как у журналистов, и как у врачей, нужно предлагать достойную заработную плату. Чиновники соглашаются, что одна из основных причин тяжелой ситуации в сфере – нехватка специалистов. Со следующего года в регионе приступают к следующему этапу модернизации здравоохранения. Особое внимание будет уделяться именно кадрам. В частности, их аттестации. Но о серьезном повышении зарплат пока речи не идет.